Что делать, если в здании, где находятся сотни детей, обнаружен подозрительный пакет? Четко знать и выполнять весь алгоритм действий помогают тренировки по антитеррористической безопасности. Такие учения с привлечением оперативных служб района на минувшей неделе прошли в образовательных учреждениях поселка Чернореченский. Пакет столовой. Какой-то стоим. Таза в столовой. Так, получается, так, 9 часов в здании обнаружено. Известие о подозрительном пакете подносит заведующая школьной столовой. Да, пакет действительно есть. Время объявлять тревогу, оповещаясь спецслужбы, проводить эвакуацию. В школе порядка 400 учеников, но толкотни в дверях нет. Задействованы все семь эвакуационных выходов. На улице холодно, поэтому детей одели заранее. А вот разместить такое количество учащихся одновременно в другом здании не получается. Бывший дом культуры в аварийном состоянии. Другие объекты поблизости рассчитаны на меньшее количество человек. Вот у нас с эвакуацией проблема. Мы вот частично сегодня, как предполагалось, первые классы в садик, вторые, третьи, четвертые в нашу поселковую администрацию, и два пятых класса – это в здание ОМЦ. Остальных, вот если бы ситуация, мы бы просто отпустили домой, потому что у нас нет возможности эвакуировать. Свои тренировки здесь проводятся каждую четверть, поэтому дети не паникуют и знают, как себя вести. Надо быть спокойным, не через окна там выпрыгивать, надо быть всегда спокойным, знать, как себя вести, через какие выходы объяснять более младшим. Но такая масштабная тренировка с привлечением полиции, скорой помощи, пожарной службы в школе проводится впервые. За действиями сотрудников наблюдают специалисты Центра защиты населения, администрации района. В конце учения они выскажут свои замечания, помогут выявить и устранить недочеты. Следующая тренировка – в детском саду. Обнаружен тот же подозрительно тикающий пакет. Тренировки в детских садах начали проводить с прошлого года по личному распоряжению главы района. Воспитатели-нянечки должны уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях. Накануне детские жизни. Группа «Непоседы» построили 21 человек. Так, документы. Все вынесли. В любой ситуации мы же с вами понимаем, что если реально произойдет такая ситуация, никто никого одевать не будет. Мы бежим в том, что есть, просто в ближайший. Вот сельсовет у нас, клуб. Бежим быстренько туда. Комиссия оценивает действия персонала, как проходит эвакуация, как идет взаимодействие с оперативными службами. Наша задача при проведении таких мероприятий – это не наказание сотрудников за то, что при проведении тренировок какие-то замечания у них, а для того, чтобы посмотреть реальную обстановку, насколько они готовы к этим действиям, и, соответственно, помочь исправить ошибки, чтобы в дальнейшем они, опять же, их не допускали. Завершились учения обязательным разбором полетов.